Все 30 лет своего существования серия Final Fantasy была полем экспериментов. Менялись механики, сюжеты, визуальный стиль. Разработчики придерживались концепции последней фантазии, согласно которой следующая часть не должна походить на предыдущую. Но неизменным оставался самый известный художник серии, Йоситака Амано. Его работы еще с первой части Final Fantasy всегда выделялись на фоне конкурентов. Созданные им утонченные образы и будто парящие в воздухе персонажи были совсем не похожи на то, что игроки привыкли видеть на обложках RPG. Имя Йоситака Амано у многих до сих пор ассоциируется именно со знаменитой серией JRPG, хотя уже больше 20 лет художник создает для нее только логотипы, обложки и промо-арты. Созданный им стиль запоминается и задает Final Fantasy единую атмосферу, но сам Амано уже давно пробует себя во всех попадающихся под руку стилях, жанрах и техниках. Всем коничива! С вами Юрий Кулагин, смонтировал ролик Дарья Кравчук, а озвучил мэтро Александр Рыбаков. И сейчас мы разберемся, как Йоситака Амано пришел к своему фирменному стилю, какой вклад внес в серию Final Fantasy и над чем успел поработать еще. В детстве Амано часто обижали сверстники. Он не был спортивным мальчиком, а в его деревне среди молодежи ценилась именно грубая сила. Не найдя общего языка со сверстниками, Амано начинал рисовать. Он уходил в это дело с головой, часто даже отказываясь от прогулки с друзьями ради рисунка. Родители, правда, не одобряли увлечений сына, но и не пытались ему мешать. В 14 лет Амано поехал навестить друга в Токио и заодно зашел на экскурсию в студию анимации Тациноку, чтобы посмотреть, как работают профессиональные художники. Амано так поразил рабочий процесс в студии, что он прямо там набросал несколько эскизов и оставил на столе. А спустя несколько дней молодому художнику позвонили из Тациноку и предложили работу. Тогда он и понял, что рисование может стать его карьерой. Работа шла хорошо и в 15 лет Амано решил посвятить рисованию всю свою жизнь. Правда, поначалу о громкой должности дизайнер персонажей он и не мечтал. Амано лишь анимировал других художников. У новичка в студии не было особых возможностей для роста. Тем не менее, юный Амано справлялся со своими задачами отлично. И однажды руководство решило дать ему шанс попробовать себя в дизайне персонажей. Меня посадили в секретную комнату и сказали создать персонажа. Нельзя было бы ходить, пока работа не будет завершена. И за последовавшие годы я нарисовал еще много героев. Та секретная комната в итоге стала моим рабочим кабинетом. А я сам дизайнером персонажей. Работа в Тацуноку была для Амано незаменимым источником вдохновения и опыта. Во время работы в студии художник поучаствовал в создании культового персонажа Гачамена, а также работал над аниме Speed Racer, Genesis Climber Mospeada и Hurricane Polymar. Но уже в 20 лет Амано осознал, что не сможет расти как художник, если будет заниматься только дизайном персонажей. А в 30 решил уйти из Тацунока. Художник захотел отправиться в свободное плавание, попытаться зарабатывать на хлеб небольшими заказами и попробовать себя в самых разных жанрах. Подход, который потом отразится на всем творчестве Амано. Уход из студии дал мне возможность работать над чем угодно. Научно-фантастическими сюжетами, фэнтези, различными иллюстрациями и в том числе над видеоиграми. В своем стремлении попробовать все возможные формы художественного ремесла Йоситака Амано добрался и до видеоигр. Как-то его пригласили в США на неделю, чтобы нарисовать иллюстрации к одному проекту для аркадных автоматов. Название игры Амано уже и не помнит, но точно знает, что она напоминала Dragon's Lair. Процесс работы над видеоигрой художнику пришелся по душе. А примерно в то же время геймдизайнер Хиронобу Сакагути решил создать ролевую игру своей мечты, а заодно составить конкуренцию Dragon Quest. Над последней работал известный мангако Акира Торияма, поэтому для проекта, который в итоге получит название Final Fantasy, требовался не менее талантливый художник. Сакагути обратил внимание на Амано благодаря обложкам фэнтези-романов, популярных в те годы. Да, этим художник тоже успел позаниматься. Йоситака Амано загорелся идеей, но не совсем понял задумку Сакагути. Сперва он захотел нарисовать персонажей игры в восьмибитном стиле, так, чтобы рисунки можно было сразу превратить в игровые спрайты. Но когда ему объяснили, что нужно проигнорировать технические ограничения NES и нарисовать героев так, как их представляет сам Амано, художник дал волю фантазии. Свою задачу Амано даже перевыполнил. Он нарисовал персонажей первой Final Fantasy в полный рост со множеством деталей, но образы требовали какого-то контекста, поэтому на одном лишь портрете художник не останавливался. Сперва я рисовал персонажа, потом начинал думать об истории, которая окружает этого персонажа, в какой атмосфере он живет, и именно так выстраивались сюжеты. А когда эти идеи визуализировались, получалась игра. Работая над первыми шестью частями серии, Амано придумал правило 70 на 30. Он настаивал, чтобы 70% картинки на экране всегда были из-под его пера. Остальные же 30 он отдавал другим художникам. Амано стремился подчинить своему стилю большую часть игры. За дизайн игровых чудовищ тоже он отвечал. Амано относился к монстрам так же, как к главным героям. Стремился проработать даже мельчайшие детали, создать каждому уникальный и узнаваемый облик. Получившиеся из его рисунков спрайты противников обязаны своей дотошной прорисовкой именно первоначальным наброскам. В результате, видение Амано определяло облик игры. В первых четырех частях серии меня просто попросили придумать и нарисовать что-нибудь. Например, мифическое чудовище Бахамута. Он, кстати, известен за пределами Японии как существо с овечьей мордой, но я этого не знал, поэтому мне в голову пришел механический дракон. И в таком облике я Бахамута и изобразил. Теперь в Японии все, услышав имя Бахамут, представляют себе не овечью морду, а именно дракона. Но уже в пятой и шестой частях творчество Амано решили взять под контроль. Вместо полной творческой свободы, разработчики выдавали художнику готовое описание существа или героя, от которого тому нужно было отталкиваться. А в 1994 году Амано делегировал большую часть своих обязанностей другому художнику Сквейр, Тэцуи Намуре. В седьмой части Final Fantasy именно он отвечал за дизайн персонажей и монстров. В то время как Амано впредь рисовал для серии художественные портреты и промо-иллюстрации. Не в последнюю очередь замена была вызвана сменой технологий. Воздушный дизайн Амано подходил плоским спрайтам, но вот на простейших угловатых 3D-моделях более резкий и четкий стиль Намуры смотрелся лучше. Я думаю, что самым важным изменением, что произошло с Final Fantasy, был переход на платформу PlayStation. До этого я всегда отвечал за дизайн персонажей, но в Final Fantasy VII мы решили взять работу художника Сквейр, Тэцуи Намуры. Серия получила совершенно новый облик, и тогда я сразу же подумал, что на этот раз я смогу немного расслабиться. Так как я начинал с работы аниматора, а анимация предполагает работу с рисунками других художников, оттолкнуться от дизайнов Намуры мне было совсем несложно. Но его задумки я представил в собственном стиле, хотя персонажи седьмой части и не выглядели реалистично. Начиная с седьмой части, роль Йоситаки Амана в создании Final Fantasy уменьшалась с каждым годом. За ним оставались закреплены обложки, ключевые арты, логотипы, но остальная художественная часть каждой игры серии создавалась другими художниками. А из-за рисунков Амана, красующихся на обложках новых Final Fantasy, многие считают, что именно он до сих пор отвечает за облик игр. Честно говоря, я поначалу даже не представлял, что они имеют в виду. А потом понял, Square Enix хочет, чтобы я добавил образом привкус Final Fantasy, чтобы новые персонажи все еще смотрелись как персонажи единой серии. Последними играми серии, над которыми Йоситака Амана работал более углубленно, были мультиплеерные Final Fantasy XI и XIV. Художник разрабатывал для них карту мира. Еще к нему обращаются для создания тематических рисунков и ярких картин, приуроченных к важным для серии датам. Но несмотря на то, что его больше не приглашают на постоянную работу в Square Enix, он до сих пор не прочь вернуться к созданию уникальных персонажей. Если бы меня попросили, я бы вернулся к созданию персонажей для Final Fantasy. Это ведь даже легче, чем рисовать ключевые арты. Как-то меня попросили нарисовать постер к 25-летию серии. На нем должны были быть изображены все герои с первой по 13-ю части. И это было непросто. Многих персонажей я уже позабыл, и поэтому мне пришлось вспомнить, как выглядели герои старых частей и убедительно повторить эти образы. Оригинальные образы рисовать все-таки проще. Стиль Йоситаки Амана уходит корнями в три важных периода его творчества. Детство, работа в студии анимации Тацуноко и годы свободного творчества. В молодости Амана восхищался сразу несколькими стилями живописи и рисования. Его завораживали обложки американских комиксов за авторством Нила Адамса, но расстраивали более скучные иллюстрации на самих страницах. Стиль русских ориенталистов интересовал его так же сильно, как психоделический арт и старые японские гравюры. Наконец, отдельное место среди интересов Амана занимал европейский стиль арт-нуво, в частности работы Альфонсо Мухи и Густаво Климта. В студии Тацуноко Амана по-новому взглянул на динамику рисунка. Работая над аниме «Спиди Гонщик», художник научился изящнее передавать движения в статичных иллюстрациях. А позже, уже в статусе дизайнера персонажей, начал сразу создавать героев так, будто те готовы сорваться с места. После ухода из студии Амана начал работать над выработкой собственного почерка, стараясь совместить все, чему научился во время работы, и то, что вдохновляло его в детстве. Из-за того, что художнику всегда было интересно пробовать что-то новое, в его стиль добавился третий компонент – многогранность. Новые образы, заказы и даже художественные техники всегда вдохновляли Амана на новые работы. Во время работы над седьмой Final Fantasy меня очень заворожила техника трафаретной печати. И раз уж сама игра менялась благодаря новым технологиям, я решил, что и мне пора попробовать что-нибудь новое. Поэтому обратился к трафаретной печати и литографии. В творчестве художника регулярно проявляются японские мотивы. Даже когда он работает в жанре стимпанка или классического фэнтези. Например, в Final Fantasy VII штаны Клауда Страйфа подозрительно напоминают хакаму – традиционные японские штаны шестого века. Впрочем, только японской культурой дело не ограничивается. Художник любит путешествовать, впитывая в себя локальные аспекты разных стран и народов. Поэтому в его работах та же хакама вполне может уживаться с арабским тюрбаном. Благодаря тому, что я работаю со студиями по всему миру, я могу вдохновляться сразу очень многим. Побывав в Нью-Йорке, я набрал идеи для своего комикса Hero, а в Париже – для небольших стилизованных иллюстраций. Я бы хотел, чтобы у меня были студии в каждой стране на свете, чтобы я мог приезжать и вдохновляться. Еще я очень хочу отправиться в кругосветное путешествие на год или два, взять с собой альбом и просто рисовать. И в этом путешествии я не буду останавливаться в отелях, ведь смысл в том, чтобы найти вдохновение. Лучше уж я просто засну в парке, побуду там немного и впитаю атмосферу. Многие фанаты полюбили Амана за сложные, насыщенные цветом и динамикой рисунки. Если он рисует одного персонажа, то тот обязательно должен быть с окружением. Если пейзаж, то чтобы от края до края. А когда художник заинтересовался недавно появившейся 3D-печатью, одной из первых его скульптур стала трехметровая пантера. Но в то же время Амана любит и простые формы. Например, в серии Final Fantasy ему больше всего нравятся слаймы и бомбы, весьма незатейливо нарисованные чудовища. А любимым персонажем он до сих пор считает стильную, но не вычурную терру Брэнфорд из шестой части. Лучший способ расслабиться — это больше работать. От рисования я никогда не хочу отдохнуть. Если я устаю от прорисовки особенно детализированного персонажа, то просто сажусь за другой стол и делаю цветные наброски. Так и отдыхаю. Такой подход к понятию отдых неизбежно ведет либо к дурдому, либо к продуктивности. Йоситака Амана пошел по второму пути. За 60 лет художник успел поработать над книгами, комиксами, аниме, мангой, а еще провел много выставок и издал несколько альбомов со своими работами. Спустя примерно год после ухода из Тациноко, Аману начал работу над Ранобе Vampire Hunter D. Фирменный стиль художника приобрел новые оттенки. Весьма мрачное произведение требовало соответствующей палитры, поэтому Амана активно экспериментировал с тенями и контрастностью. Эти же эксперименты потом сильно помогли художнику в работе над рассказом Нила Геймана «Сэндмен за Дрим Хантерс». К нему Амана нарисовал обложку и иллюстрации, а с самим писателем потом еще не раз сотрудничал. В рассказе мифология оригинального Сэндмена совмещалась с восточными легендами. Поэтому рисунки Амана, работавшего на стыке традиционной японской живописи и европейского модерна, отлично подошли произведению. «Зе Дрим Хантерс» даже выиграл премию Брэма Стокера в номинации «Комикс, графический роман или иллюстрированный рассказ». В 1985 году Йоситако Амана стал соавтором полнометражного аниме «Яйцо Ангела». Мультфильм называли ранним шедевром символистского кинематографа и поэтической меланхолией. В 2008 году художник адаптировал волшебную флейту Моцарта под формат иллюстрированной книги. Причем на этот раз Амана попробовал себя еще и в роли писателя. Его кисти принадлежат как рисованной, так и текстовой части произведения. Йоситако Амана вообще часто черпал вдохновение в музыке. Еще во времена работы над второй частью Final Fantasy, рисуя императора Матиуса, художник вдохновлялся королем гоблинов в исполнении музыканта Дэвида Боуи из киномюзикла «Лабиринт». А в 2004 году Амана нарисовал уже самого Боуи для еще одного рассказа Нила Геймана «Возвращение тонкого белого герцога». В 2013 художник запустил совместную выставку работ вместе с японским рок-музыкантом Хайден. Два творца сошлись на почве того, что персонажи рисунков Амана и текстов певца обитают в похожей атмосфере. Поэтому идея сделать их героями одной серии произведений выглядела многообещающе. Сам Хайд согласился побыть главной моделью, а все рисунки были объединены общим сюжетом. В Японии будущего общества, которое погрязло в дискриминации и предрассудках, раздвоившаяся душа человека борется сама с собой. Главный художник Final Fantasy уже давно переключил свое внимание на другие жанры и форматы искусства. Да и в тех играх серии, над которыми Амана работал более плотно, его рисунки трудно оценить по достоинству. В первый раз игрок их видит, когда смотрит на обложку игры. Во второй и в последний, когда изучает описание на задней стороне диска или картриджа. В более выгодном положении, конечно, оказываются владельцы многостраничных официальных гайдов. В них иллюстрации Амана, как правило, гораздо больше. Но еще больше их за пределами игр серии Final Fantasy. В других жанрах, в других форматах. Сейчас художнику 67 лет, но сбавлять темп Амана не собирается. Все, чего я хочу, это продолжать рисовать. Я всегда рад, если мне предлагают поработать над чем-то новым и незнакомым. Я постоянно пробую что-то новое, и благодаря этому у меня появляется шанс создать интересные работы. Мне нравится непредсказуемость, и поэтому я не планирую ничего на будущее. У меня даже нет строгого рабочего графика. Возможно, работа Йоситаки Амана вдохновила и вас, пробудив в ком-то внутреннего художника. Тогда вам прямая дорога на наши курсы концепт-арта, где преподаватели расскажут и покажут, как транслировать свое художественное видение на бумагу и на экран. А кому-то больше подойдет курс левел-дизайна. На оба направления сейчас как раз ведется активный набор. Еще заходите на наш ютуб-канал, где есть целый плейлист «Игры искусства». А по ссылкам под этим роликом вы можете перейти в наш паблик и телеграм-канал, где каждый день выходят новости и статьи. Ну а с вами были Юрий Кулагин, Александр Рыбаков и Дарья Кравчук. Сайонара! Субтитры подогнал «Симон»!